друзья всем привет с вами феномен и мы продолжаем играть бойцовский клуб на проекте лайк бк предыдущем видео я рассказал огромное количество информации которая поможет новым игрокам освоиться в игре и легко пройти 8 уровень и вот мы оказались на девятом уровне и теперь нужно думать как его проходить ну что ж давай будем начинать для начала идем зал воинов и проводим анализ игроков которые месяца в боях на девятом уровне в итоге я выяснил что подавляющее большинство одевается в комплект злодеяний это около 70 процентов плюс минус игроков примерно 15 процентов одели крита и считанные единицы оделись в магов и танков теперь необходимо проанализировать одежду этих злодеев для чего идем примерочную верхнем фрейме в разделе знания библиотека втыкаем full якор комплект revenge и добавляем ловкость до параметров соперников вот такой вот злодей в 175 ловкости это наш самый страшный соперник на девятом уровне на данный момент и так что мы имеем по сопернику модификатор крита примерно 1000 против крита 500 модификатор у ворота 2000 против у ворота 1250 защита от урона далее буду говорить зоу с госапкастом в среднем составляет 620 единиц вот так вот можно проанализировать любые вещи прикинуть их стоимость в кредитах еврокредитах и тому подобное теперь давай думать над созданием бюджетного комплекта чтобы хоть как-то сражаться с фулл якорами в комплекте revenge предположим что у тебя есть 20 якоров которые ты собрал потом и кровью за время прохождения восьмого уровня то есть условно за 14 суток ты сделал все что я себе говорил ходил пещеры призовые хауты продавал пропуска по и салуны за екры и зарабатывал полтора екра в день давай оденем комплект злодеяний из госмагазина и накинем шмот на 20 екров и того мы получили модификатор крита 990 модификатор против крита 615 у ворота 1600 и против поворота 800 зоу 460 и шанс контрудара 50 процентов перед тем как делать вывод расскажу про контрудар для его срабатывания нужно увернуться от удара соперника например танк бьет по тебе ты уворачиваешься от его удара за счет модификатора увертывания и с вероятностью 50 процентов ты нанесешь по нему контрудар случайное место то есть если ты увернешься от двух ударов и сработает два раза контрудар то при размене по сопернику пройдет целых четыре удара это очень круто конечно но не для тебя и вот почему соперники в пол екр ревенч за счет анти у ворота не дадут себе толком увернуться плюс у него намного выше зоу и урон то есть именно соперник будет наносить по себе контур удары и уворачиваться и реально ты сможешь снять не больше половины здоровья такому сопернику и с вероятностью 99 процентов проиграешь даже если ты задонатишь и купишь егрики за реал и оденешься также в ревендж то в итоге наш шанс на победу будет всего лишь 50 процентов то есть ну кому как повезет сопернику или мне и тогда я решил замутить антикомплект для этого большинства чтобы выигрывать эти 70 процентов боев или даже выше и вот что у меня получилось на бюджетном варианте я нацепил шмотки из комплекта кровавой луны 2 и кромяча перчатки и тапки змеи одно кольцо мне на крита хватило на 20 екров и паз на прочность защита от урона 9 уровня в итоге наши параметры выглядят следующим образом модификатор крита 1247 против крита 922 у ворот 145 против у ворота 560 модификатор парирования 24 процента контрудара 20 процентов понятное дело что контрудар это пустой параметр так как увернуться от удара у нас шансов не больше чем 0 а без у ворота контрудар не станет работать но ставку я решил сделать на антикрит зоу и парирование благодаря пазу на зоу который можно купить недорого в комиссионке можно добиться такой же защиты от урона как и у фулл екров и очень сильно снизить проходящий по тебе урон благодаря антикриту мы практически полностью подавляем критические удары соперника то есть он по нам будет наносить обычные некритические удары с пониженной от зоу силой ну и в довесок я купил фул набор рун на плюс 3 парирования если их вставить во все 15 вещей то получается плюс 45 парира и того 69 процентов и вот с парированием как раз таки очень интересная история если мы например модификатор у ворота это лишь ну какая-то цифра то есть это не 1600 процентов то вот модификатор парирования это абсолютный процент то есть реально 69 процентов ударов будут парироваться я так скажу что в 70 процентах даже евро у ворота не уворачиваются от ударов как это буду делать я в таком комплекте и самое приятное в этом комплекте это мощь критического удара посмотри на эти цифры расчетного критового урона реально я тебе говорю что рвать всех полъекров в этом шмоте ты не будешь но твоя живучесть и приятные критовые очень болезненные удары тебя порадует не один раз мне встречалось несколько человек которые вместо кровавой луны одевали шмот скорпиона визуально он дает больше здоровья и примерно такие же модификаторы по шансу крита и даже чуть чуть больше парирования но мощь крита очень сильно падает а ведь именно этот параметр для крита имеет решающее значение на момент написания обзора этот комплект работает на сто процентов и по мере прохождения уровня я переодевал несколько человек но я ради укорачивания время хочу показать тебе как при таком же обвесе ведет себя full крит с рунами на парирование в боях еще мне хватило денег на артовый меч и кромуса и я вывел свое парирование до 80 процентов это максимальный парир дальше качать нет смысла так как он ограничен настройками игры о чем администрация сообщила в новостях если говорить коротко то уровень я прошел за неделю при моем появлении народ убегал из хаутов пещеры и общежития ждать пока я свалю нахрен из боев поэтому реальной проблемой для меня было дождаться соперников чтобы с ними побиться дело в том что мой комплект с анти критом перекрывал и лишал возможности критовать даже других критовиков которые одевали руны на хп и другие параметры а не на интуицию лишая себя возможности наносить критовые удары поэтому реально единственным моим анти классом боях были сильные криты с большим количеством интуиции которая перебивала мне шанс по ним критануть но таких на моей памяти был только один игрок с гензерман одетый full арт 9 уровня стоимостью больше 1000 гекар но чтобы показать тебе реальную мощь этого комплекта мы пойдем в пещеры чтобы не затягивать время видео что я могу сказать с таким удовольствием по пещерам я не ходил ни в каком другом комплекте мобы по мне постоянно промахиваются а я по ним прорезаю кучу урона набор пещер в которой мы продолжаем ходить на девятом уровне прежний бездна первый третий этажи это первая пещера в которую ты должен заходить ни птп ни катакомбы бездна здесь на девятом уровне тебя начинает интересовать лаборатория располагающиеся на первом этаже в этой лаборатории делаются тактики всех видов от единичек до четвертого уровня полный список ресурсов для тактик я тебе сейчас показываю у тебя не должно быть лишних ресурсов иначе получишь рандомные тактики из всего этого списка выбирать ничего в лаборатории нельзя но если ты будешь ходить в бездну в первую очередь то есть первую пещеру то все ресурсы у тебя же будут лежать на складе и лаба их не увидит ты можешь достать только нужные ресурсы и сделать из них нужные тебе тактики ну или забреть заблаговременно сдавай ресурсы перед походом вообще в эту пещеру из всей этой массы запоминать два ресурса эссенция лунного света и лучистой рубины из которых делаются тактики ответа то есть которые дают тебе очки контрудара не сдавай эти ресурсы оставляя их себе за один заход можно одному человеку жмякнуть лабу три раза то есть получить три тактики в результате получаем три тактики ответа четверки или тройки тройки я оставляю себе а четверки не несу сдавать комиссионку за двадцатку кредитов таким образом каждый поход в бездну приносит тебе от 60 кредитов на втором этаже бездны есть кузница в этой кузнице можно дублировать такой ресурс как сущность ресурса то есть она из одной сушки делает две сушки но при этом сушки привязывается и их нельзя продавать эти сушки нужно нести в храм знаний но об этом чуть позже в остальном про бездну я рассказывал в прошлом видео ссылка на него вверху подсказки если коротко то ищем в кроватях пропуска в сундуках чек на 400 кредитов но еще теперь хватает сил убить кошмара который закрывает путь на 4 этаж но туда соваться рано там очень больно дают по соплям все по бездне у меня все птп здесь без нюансов проводим полную зачистку кроме мастера грита чистится пещера на пробелле изредка жму на выжить чтобы подлечиться вероятность проблем никакая есть возможность сразу телепортнуться на 4 этаж прямо на входе есть телефон для его использования нужно один раз собрать ключ портала ключ не тратится просто его нужно вынимать из инвентаря что полезного собрать из птп я уже рассказывал если коротко пояс луны на первом этаже фамильный перстень и элик на зоу на втором элик на зом на 3 много пещерных ресурсов на первом третьем этажах в том числе шкуры пещерного оленя и бронзовые монеты на продажу на четвертом пятом этажах элики каменной стойкости на зоу и много шмоток 7 8 уровня для храма знаний далее идем катакомбы в данном комплекте что нам не одет пещера проходится полностью убиваются все на свете включая повелителя гайды по пещерам я буду делать позже поэтому просто скажу что эта пещера тебя очень обогатит как на кредиты так и евро кредиты обозначу только нюансик сейчас в бою против зомбаков всегда используя прием очиститься кровью и проблем с их убийством не будет а вот бой против повелителя я тебе покажу полностью а то вдруг не поверишь из нюансов подготовки к повелителю тебя должно быть минимум две тактики ответа на плюс 3 и три свитка восстановления энергии по плюс 600 это реально их столько не понадобится набор приемов перед боем ты видишь сейчас на экране никакого сверхъестественного обкаста нет все по госу для того чтобы победить повелителя в принципе нужно не так уж и много знать лишь маленькие маленькие нюансики у него есть основные статы 150 силы 108 ловкости 225 инты 240 выносливости значит эти статы у него неизменны но так или иначе в процессе боя периодически он себе подкидывает дополнительные статы то есть усиливает как бы сам себя и вот эти дополнительные статы можно разгадать разгадкой либо украсть при помощи приема ставка на опережение ну разгадать разгадкой ты ничего не получишь а если на себя накинешь кучу дополнительных статов то повелитель убивается очень легко именно для этого нужны первые тактики процессе боя тактики на контрудар можно зарабатывать при помощи приема скрытая сила для нее нужно немножечко крита и немножко тактик защиты которых принципе за время боя набивается достаточно большое количество и того подводим итог в процессе боя постоянно жмякаем скрытую силу набираем необходимое количество тактик атаки и контрудара контролируем как только у него повысили статы если есть ставка на опережение крадем приемы если нету ставки на опережение бьем разгадкой чтобы эти статы сбить к концу боя у тебя будет уже такое количество статов что ты сам будешь от всего уворачиваться и если еще хлебнешь крови то и прям практически целый выйдешь из боя за этот бой я потратил только одну хилку на плюс 600 и вот эти вот мелкие по плюс 60 которые насобирал в процессе пока бегал по пещеркам таком комплекте также проходится гребница но убить королеву мне так и не удалось зато задание выполняется без особых проблем хотя реально по гребнице идется гораздо труднее чем по катакомбам туманных низинах все также продолжаем собирать ресурсики и передавать их комиссионку безусловно в гос вещах все будет сложнее но это как бы само собой разумеется так что чем быстрее ты оденешься в якор вещи тем легче станет твоя жизнь а вот как ты будешь это делать усердно добывать или просто купишь через алхимика решать тебе на девятом уровне стоит начинать делать храм знаний то есть носить и переплавлять туда вещи с ними больших проблем у тебя не будет так как они падают в большом количестве в птп также не забывай делать кольцо крови еще один момент который стоит выполнить на девятом уровне это выполнить достижение получения и отправки тысячи подарков дело в том что за выполнение этих достижений дается по одному стату навсегда и это очень круто для выполнения достижения у тебя на балансе должна быть 1000 кредитов а также тебе нужно найти еще одного товарища который хочет сделать это достижение для этого я просто предложил сделать взаимку парням с которыми сражался в бою и нашел одного такого далее необходимо купить тысячу открыток и в госмагазине отправить их товарищу вся прелесть заключается в том что по мере дарения и получения открыток ты будешь получать сначала бронзовые затем серебряные а затем золотые значки и за каждый из них даются кредиты в итоге за выполнение обоих достижений ты получишь обратно 900 кредитов и твои чистые расходы составит всего 100 кредитов еще раз повторю ты получишь два стата навсегда всего за 100 кредитов и вот он финальный момент моего 9 уровня когда мой персонаж подрос и стал десяточкой отличненько но прежде чем мы снова пойдем в бой на 10 уровень пора бы уже определиться с кланом чтобы начать получать еклики а для этого мы пойдем в регистратуру планов честно сказать вступать в сильные кланы я не хочу чтобы не ввязываться в их взаимоотношения я играю в бк так как получаю удовольствие от процесса игры они от избивания и унижения других игроков поэтому я решил что буду создавать свой собственный клан так как я по сути единственный блогер на проекте то решил назвать свой клан аномалия в девиз клана напишем небольшой привет администрации проекта попробую привлечь чуток внимания но и осталось определиться со склонностью кем быть темным светлым или нейтралом некоторые проводят параллели думая что темное это зло свет это добро но на самом деле все это чушь собачья и среди темных игроков полно хороших людей и среди светлых есть моральные уроды калечащие малышей боях сейчас на проекте темных большинство и туда идут ради того чтобы не нападали на площади и не калечили ну а я не буду большинством и пойду в нейтралы жмякаем кнопку регистрации с меня списывают 4000 кредитов и остается только дождаться ответа админов но пока мы ждем ответ от админов я бы хотел рассказать тебе об одном удивительно талантливом человеке который тоже играет с нами в бк под ником бонни мне удалось с ней пообщаться лично мало кому известно что наташа является художником лайк бка и приложила свою руку к созданию большинства персональных образов игроков плановых значков и смайлов но еще меньшему количеству людей известно что именно она создала кучу графического материала для самого проекта плащи сезонные гекровые эликсиры обкасты и еще много много чего свои работы она выставляет в своей группе вконтакте так что заходи подписывайся и поддержи ее ведь творческим людям очень нужна поддержка это тебе не на пробел жмякать в боях ссылку на ее профиль и группу вконтакте я для тебя оставлю в описании к видео в общем без раздумий и обратился к ней и в итоге получил замечательный аномальный залипательный значок большое спасибо воня все на высшем уровне а тем временем друзья пришел ответ от администрации в котором сказано что моя заявка рассмотрена и одобрена и теперь я являюсь обладателем собственного клана могу его прокачивать пользоваться хранилищем и вместо кредитов теперь буду получать каждый час я крики следующем выпуске я обещаю разобраться и дать себе полный гайд по самому сложному классу могу чтобы каждый игрок знал и понимал кто такие маги что они могут и как с ними бороться или самостоятельно могли начать ими играть планов по видео у меня еще много поэтому я буду рад принять всех желающих в свой клан а также буду благодарен любой помощи от других игроков и кланов особенно якровый чтобы иметь возможность записывать для вас качественное видео и тестировать все виды шмоток от госа до артов безусловно благодарочка найдет свое отражение в моих видео а теперь ставь лайк подписывайся на канал и иди регистрируйся в лайк бк по ссылке в описании если еще в эту игру не играешь и получай удовольствие от игры вместе со мной удачи дружище в игре и реале до новых встреч пока